Вопрос-ответные системы в экспертных системах, а также в виртуальных собеседниках. Как они работают? Обычно применяются так называемые модели sequence-to-sequence. Это две рекуррентные нейронные сети. На вход первый подается последовательность слов и генерируется некоторое представление вопросов, по которому вторая нейронная сеть генерирует последовательно слова из ответа. Так как напрямую слово мы не можем подать на вход сети, в принципе хранится так называемая матрица представлений, где для каждого слова из заранее за одного словаря хранится некоторый вектор представления. Возникает проблема. Для того, чтобы хранить эту матрицу представлений, для языков с богатой морфологией, таких как русский, требуется огромное количество памяти. Мы можем либо сократить размер словаря, но тогда потерять какие-нибудь интересные слова, либо расширить размер словаря, но проиграть по ресурсам. Существует два подхода к решению этой проблемы. Первый — это нормализация слов. Тогда мы сможем сократить словарь до премидного размера, если будет принять только нормальное словоформа. Мы сможем генерировать довольно хорошие ответы, как показывает опыт, но при этом ответы будут нормализованы, и подавать их в качестве результата работ программы конечного пользования мы не можем. Альтернатива — это посимвольные модели. В них размер словаря равен размеру алфавита, так что эффективность у них довольно высокая. Однако, как показывает опыт, они генерируют довольно плохие ответы. Но, как правило, результат их работы является согласованным ответом. Окей. Целью моей работы было разработать новый подход к вопросно-ответным системам, которая бы совмещала преимущества обоих подходов. Во-первых, мы хотим оперировать с нормализованным словарем. Во-вторых, мы хотим генерировать согласованный ответ. И, как будет показано дальше, примененный метод как раз и основывается в основном на механизмах внимания. Рассмотрим модель. Она состоит из двух частей. Первая оперирует с нормализованным вопросом и нормализованным ответом. Это обычная секунс-сикунс-модель над словарем. Но так как слова нормализованы, то она допустима по памяти. В то же время из нормализованного ответа и согласованного вопроса мы второй моделью по символной уже генерируем согласованный ответ. Во время генерации согласованного ответа мы уже знаем порядок слов, их количество, их суд. И все, что нам нужно сделать, это немножко преобразовать каждое слово. Так, чтобы итоговое предложение стало согласованным. Итак, что такое механизм внимания? Механизм внимания – это такой подход на шумное обучение, который заключается в выделении части данных, наиболее важных для обработки. Например, если мы работаем с изображениями, нейронная сеть может выделить главный объект на изображении и не использовать фон. Вводятся так называемые объекты внимания. Например, если мы работаем со словами, то это может быть представление каждого слова. И ключ. Затем по такой формуле вычисляются веса каждого объекта внимания. Чем больше ответ, тем важнее это вектор для сети. Например, если ключ – это представление слова цвет, то веса у слов таких, как красный, синий и так далее будут наибольшими. В итоговой модели мы выбираем взвешенную сумму объекта внимания с ферцентами, равными сгенерированным весам. Если какой-нибудь вес был бы единичным, все остальные – нулевыми, то мы бы просто выбрали какой-то конкретный вектор. Рассмотрим теперь, как мы с помощью механизмов внимания можем согласовать нормализованный текст. Это происходит в нескольких этапах. Во-первых, мы берем каждое слово и преобразуем его в вектор представлений при помощи рекуррентной нейронной сети, которая работает по символам. Затем мы модифицируем эти представления при помощи вопроса, это раз, и два – при помощи других слов в предложении. Как происходит модификация? Во-первых, мы запускаем механизм внимания словами из вопроса и получаем какой-то вектор с крышкой. Потом по нему тренируется новый вектор представлений по вот этой формуле. Ее идея в том, что мы берем предыдущее представление и производим небольшую его модификацию. В результате мы получаем модифицированное представление. По аналогии применяется модификация с соседними словами. Сейчас, сейчас, а модифицированное что означает? То есть почему у нас АК плюс ААК? Ну, это эквивалентная единичная инициализация. Это эквивалентная единичная инициализация модификация. В итоге мы получили электропредставление, по которому вторая символно-регулиентная сеть гименерирует уже согласованный ответ. Для сравнения предложенной модели с другими использовалась CharonN. Это sequence-sequence модель, который оперирует с символами. Эксперименты проводились на двух корпусах текстов. Это open subtitles, где надо предсказывать следующее предложение по текущему, и ответы mailroom, где надо по вопросу предсказать ответ. Метрии качества служили четыре различных метрики. Это комплексия, чем меньше, чем меньше, тем лучше, а также доля правильно сгенерированных символов, доля правильно сгенерированных слов и доля правильно сгенерированных приложений. Видно, что по всем метрикам предложена модель лучше. Для CharonN не считалась метрика word-securacy, поскольку эта модель не оперирует со словами как сущностью. Рассмотрим график исходимости для метрики centered-securacy корпуса ответа mailroom. Видно, что модель обучается гораздо лучше. В модели присутствует большое количество компонент и возникает вопрос важны ли они все. Возможно, имеет смысл выкинуть некоторые модели и получив значительное улучшение по качеству. Оказывается, что все компоненты существенны. Мы не можем выкинуть ни слова из вопроса, ни внимания над символами, ни внимания над словами. Стоит отметить, что мы получили не очень значительное ухудшение в качестве при удалении слов из вопроса для корпуса опыта subtitles, что логично, поскольку соседние предложения в фильмах очень редко несут информацию о следующем. Рассмотрим примеры работы программы. Самое интересное это генерация множественного числа. Посмотрим, что генерирует нейронную сеть. Один зайц, два зайца. Видно, что она справилась с тем, чтобы заменить букву я на игратку. Аналогично она умеет согласовывать род с числительными. Она правильно выбирает окончание, например, две-три груши, пять груши и с предлогом. Рассмотрим веса внимания, которые генерирует сеть. На примере предложения девочка эта живет в соседнем подъезде. Видно, что веса внимания разделились на две части, первая часть предложения девочка живет и в соседнем подъезде, что логично для согласования. Также посмотрим на веса внимания у слова соседнем. Сеть посмотрела на слово взяв из него падеж и на слово подъезд взяв из него род и правильно сгенерирует слово соседнем. Теперь эта модель была применена для вопрос-ответной системы как основное счастье. для разметки использовались асессоры, им были показаны два варианта ответов, один сгенерированной предложенной модели и другой сгенерированной по символной модели. И оказалось, что в 62,1% случаев асессоры выбирали нашу модель, а не по символу. На защиту выносится модель Concord для согласования слов в предложение, основанное на механизме внимания, исследование важности компонентов предложенной системы и комбинированная вопрос-ответная система, использующая Concord. Ровно 10. Да. Так, вопрос можно задавать? Ну, конечно, теперь обсуждаем. Сейчас я возьму только достаточно, чтобы сделать все. Нормальные авторные странные. Давайте вернемся к тому слайду. Да и давай закончу с главным, с пунктами на защиту. Что такое комбинированная вопрос-ноответная система? Ну, сейчас. А то вот так. то есть у нас вопрос-ноответственная система это вот эта часть. То есть в чем тут идея? Мы генерируем из нормализованного нормализованного, а потом согласуем. Вот такой подход это комбинированная вопрос-ноответственная система, а вот сама модель Concord это вот эта часть для согласования. Это просто посимволенная? Ну, а не посимволенная. Ну, и вот такая архитектура. Фактически, в отличие от... Выносится модификатор, который вот там типа род число позволяет учитывать, и выносится вся система. Да. М2M. Ну, еще анализ того, что мы ничего не можем выкинуть. Это где написано? Это второй пункт. Ну, хорошо. Ну, как будто вот этот эксперимент. Так, один субайт назад. Вот этот график. Ну, он пафосный, но я не знаю, чего про него можно сказать. Вы его показывали в меньше 10 секунд. А вот он и графики все видно. И сразу следующий слой. То есть, ну, если этот график как бы пафосный, на него имеет смысл немножко остановиться. Зеленая гривая показывает то, красная гривая показывает то. Чем он этот график? Ну, зеленый наш метод, а красная это... В случае, уже таблички уже было, типа 40-30 меньше. Ну, 40-30 никто не видит какая здесь разница на глаз. А вот здесь прям... Вы мне тебя скажете, что вот здесь качество улучшилось. Я не вижу смысла говорить. А я вижу. Естественно, еще раз предыдущую табличку покажите. Здесь у нас дрейн-тест тоже есть. Видно, что мы не переобучаемся. Тогда, в общем, да, немного. Ну, некая графическая подача материала. Мне тоже нравится. То есть, грубо говоря, вот в этой таблице по большинству разделов у них не сильное преимущество, а вот есть один, где сильный, нет, смотрите, вот там 95-96, как бы немного. Человек, в Экрусе, там, как бы, сильно выметь не получится, потому что это окончание. Ну, это просто надо думать, там, как бы, а тут вот, когда вы явно выделяете, это, мне кажется, нормально. И, как раз, это по времени немного занимает. Слайд. Значит, Даниил, только не подчеркни, лучше же это выделить. Угушения гораздо лучше сподятся. А мы не хотели сделать, типа, столбец улучшения, чтобы не надо было минус 6-95 сранить. Типа, плюс 100, плюс 100. Ну, она так не влезает на экран. В смысле, место, то есть, допустим, привезти колонки. Хотя, как-то, вы не приведете, потому что... все-таки, что означает матрица А в формуле Аката равно Аката плюс Аката... Да, давайте к ней вернемся. Это ключевая формула, она какая-то странная. идея в том, что у нас получилось все это внимание, мы хотим, в общем, как-то модифицировать. Да. То есть, вот с кукатой крышкой все понятно. Да, то есть, вопрос в том, зачем мы вообще Аката добавляем. Но, вообще, идея была в том, что, возможно, немножко другие вектора нужны при использовании на следующем слое. Поэтому, возможно, стоит добавить Аката. Но вы проверяли, там что-то содержательное выучивается. изначально это было записано в немножко другой формуле. Изначально идея была, что мы проверяем Акатому какую-то матрицу А умножен на конкатенированный вектор Аката и куката. Но можно заметить, что это одно и то же. То есть, вот здесь логично, что вот у нас есть исходная матрица и небольшая модификация. Вот здесь нелогично получается. Да. То есть, возможно, имеет смысл, конечно, обучить без, но мне кажется, это и так работает. Ну, постой, это вызывает ненужные вопросы. То есть, тут сразу возникает, может, вы где-то штрих забыли или два штриха. надо описать, может, опечатка. Я понимаю, почему, смешал в свое время вашего рассказа. Ну, то есть, лучше вот так записать. Лучше все брать на хребтовую слагаемость, оно не нужно. Надо, нужно, конечно, проверять, нужно оно или не нужно. Ну, то есть, идея на то, что есть исходный вектор, небольшая модификация, которая вносит... Да, на модификации все зависит и от исходного вектора тоже. Ну, ладно, оставляйте так, просто будьте готовы, что могут спросить. Но вы как-то так странно сказали, что зависит не только от вопросов, но и от соседних слов. Да. Где у нас от соседних слов зависит? Вот. Нет, я формулу имею в виду. Нет, у нас происходит две модификации. Первая это модификация при помощи вопросов на первом уровне, а на втором уровне уже при помощи модифицированных, при помощи соседних слов. То есть, вот там, по аналогии. Вот не надо по аналогии. Но такая же формула. Ничего страшного. Надо встали. На первом уровне не такая же. У вас, без штриха, с крышкой будет что-то другое. Там будут два штриха, как-то формулу через h3. И непонятным ответом те же или другие. Но тем более, Даниил, у вас в презентации нет ни одной формулы. Вам поэтому тоже могут цитировать. Другие там экспоненты с механией. Ну, добавьте пару формул тоже не будет. Тем более, ключевые вещи. Так. Что такое sentence accuracy в 3%-миллете? Доля предложений, в которых все символы абсолютно были сгенерированы правильно. Если в предложении один символ был неправильный, уже sentence accuracy не верно. По моему стороной вопрос, ты генерил, извините, вы генерили, когда вы считали accuracy, вы каждый раз генерили очередной символ при условии правильного префекса? Правильного. То есть, это не модель генерила ответ целиком, а вы проверяли, кто попал или она. Это просто один символ вперед. Да, но как бы, если он хотя бы раз argmaximum неправильно предсказал, то sentence accuracy уже был бы 0. Да, но при этом сама на распределение, которое не на вход, то всегда распределение правильного ответа. А, да, да. Ну, как бы, на метрике правильно при этом считается. Ну, нет, я понимаю. Я понимаю, просто потому, что сейчас, а насколько окурсе скоррелировано с эффективностью вопросов на ответные системы? Еще раз. Насколько окурсе, просто как бы, есть условные попугая, в которых меряется, как вам надо хорошо отвечать на вопросы, есть точность по предложениям. Вот кажется, что если мы поставим вместо там запятую и точку с запятой, то мы, наверное, не правы, сказать, что у нас есть ассессоры, и мы в них верим, они крутые, да? Да. Сейчас, если мы только у меня сферу окончание, то все ответы мы больше прав не внесем в ответ. Мы только окончание согласуем. Верно, да. Ну, просто к тому, что есть это, а есть ассессорские метки. И вопросы не скренированные вообще. Ну, то есть, не скренирован, там круто, а вот есть ассессор. Можно еще такой вопрос? Угу. Вот. А есть некоторые другие бейлайны здесь. Например, в соседнем софросоветной системе в машинном переводе есть этот SubWordUnits, когда мы заранее бьем слова на какие-то кусочки, которых мало, типа несколько сотен. Не как букв, конечно. И потом мы генерим сразу из них, собственно, ответы. Возможно, какой-нибудь злопыхатель захочет спросить, как оно сравнится с ним. Возможно, они скачают где-нибудь обучить на корпусе и смотреть. Просто он же хороший. Он, конечно, да, бьет на это. И третье, есть упорная фрейм. Можно жить в целиком в борт-девеле. Можно выучивать, знаешь, как есть, на борт-пост-текинг, то есть на вход элемент, на выход сразу элемент. Также на выходе не коз выдаешь, а выдаешь просто слово с частью речи из маленького славера в большой. И это чуть ли не какие-нибудь упоршенные козлы или модели можно делать. То есть такая... Потом согласовываешь? Нет, смотри, что ты делаешь, ты выплевываешь лемы, ну да, лемы, а потом идешь по ним и бедерешь его, например. И каждый раз на литротипе на вход лема искрылые состояния, на выходе и слово с петербургом переносло. То есть ты с большим словарем думаешь, что это однерно в самом конце и это не бодро. Сейчас. Тут идея в том, что мы вообще хотели эти две части обучать раздельно, и так и происходит. Потому что, например, мы можем принять это для других слов. То есть обязательно у нас вот эта часть, эта нейросеть. возможно мы там новости генерируем из других источников и они там не очень согласованы. Мы там можем запустить еще раз, ну как бы запустить эту согласовалку в качестве постпроцессинга. И еще такая штука есть, просто для сэнди-чека есть. Знаешь же этот кегл, недавний конкурс про квешенансеринг, который тоже сейчас, который квора, Короче, там можешь посмотреть, там тест-сет, он как раз это просто лемы. Там нету согласования, можешь пробовать запустить, правильно восстанавливать. То есть там прямо это будет важно, даже можно посмотреть на качество на посылки с этой штуки и без. Такой сэнди-чек, что оно правильно восстанавливает на новой литер-сети. Ну то есть тут общий посыл, что как бы с бейзлайнами, вы взяли какой-то слишком простой бейзлайн, по символу на ТРН, и все. И больше ничего даже не упомянули, а явно оно существует, и поэтому вы хотя бы должны либо сказать, либо вставить в слайд, что вот есть еще там какие-то подходы, ну допустим, в сравнении с ними будущая работа. Это будет гораздо лучше, когда вы вообще не упоминаете, что это вообще существует. В защиту могу сказать, что новые подходы появились некоторые месяца 2-3-4 назад, я думаю, что физически во время постановки задачи нельзя было с ними сравниваться, потому что... больше в гостях нормально. Ну, такое. Можно сказать, что они есть, но типа вот они только поведели. А до этого не было ни одного подхода по согласованию? Да, просто на узорке не успеваем. Было, 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 но прям вот то, чтобы офигенно оно работало на SubboardUnit, это вот недавно было. Ну, офигенно. Как, кстати, называется? Ну, короче, ткни в меня сразу после, я не бегу, и я могу все накидать. Единственное, что SubboardUnit, она для машинного перевода тоже значит. Ну, это почти то же самое, что я сделаю. Да, все. Ну, да. Ассессорская разметка у вас там. Чему в 32 случаях дала, что IRONEN лучше работает? Как это можно объяснить? В 37 случаях. Ну, почему? 100% Это люди. Им не платили? Нет, ну, как. Charronen, она бы дает... Она бы дает согласованного, но, к правилу, более абстрактный ответ. То есть, что именно ассессор оценивали? Какое показатель? Степень согласованности или степень информативности ответа? Нет, просто, что вам больше нравится. Вот вопрос, вот два варианта, что вам больше нравится. Ну, они как бы еще по-частному перемешивались, и не знали, какой из них моя модель, какая и моя. Ну, то есть, мы вообще ничего не рассказывали, просто сказали, выберите, что вам больше нравится. Это нормально. Понятно, но это другой, не тот, который был на предыдущем слайде. А, не тот? Сейчас, здесь, да, все-таки, это надо было подробнее поговорить. Это вся система. Это у нас есть только вопрос. Эта система сама сгенерировала ответ, сама его согласовала. Это вот то, что у Concord стояло. То же справа, это тоже есть только вопрос. CharRN сгенерировал нам ответ. Мы показали вот эти два варианта ответа ассессорам и спросили, какое вам больше нравится. А в Concord у нас ответ генерирует не CharRN, а вот то, что нормализованное слово генерирует? Да, сначала там над словами всех-то-всех, потом из них уже Concord согласует нормальное предложение. То есть, в одном случае его пассивно генерируем, и там как бы проблема с не согласовыванием, а в другом случае генерируем слова и дополнительно согласовываем. Отличко. На самом деле, P-Value посчитать на этой штуке, сказать, что она сильно меньше, и типа, можно сказать, что наша модель сильно лучше, и типа, я там, это когда непонятно. А, ну тут понятно, да? Это знаете, как начать, давайте введем вероятностное пространство. Типа мы тут вероятности используем, вот как бы корректно с этого начать. Это как бы не релевантно, здесь очевидно. Не нужен ПВЛ. Ну, я бы, кстати, не говорил, что очевидно, 60-40% не такая у вас большая разница. Можно было же задать большего? 700 вопросов. 800 вопросов. Просто люди, они же тупые, они же не знают, что там было лучше. Для людей, которым ничего не сказали, это более чем значимо. Ну, собственно, они там еще сидят, я надеюсь, зачистить хотя бы 3000 наберется. Так, кто такие люди? Ну, в смысле, эти люди? Куда не взять? Это коллеги. То есть, просто раздали всем. Любопытство своими творениями после спецсимирования. Я понимаю, я не репрезентативен про коллег. специальных ассессоров мы не напрягали, потому что им хрен объяснить, что надо делать. Ок. Ну, то есть, мы просто не успели это даже 600 разместить. Тут мы просто всем дали доступ к веб-интерфейсу и все быстро разместили. веб-интерфейсу еще вопрос есть? Предложение по оформлению? Да, не можешь на 8-й слот переключить. Спасибо. Ты тут сказал, что типа мы не сравнивали chern-rn-n word-accuracy, потому что chern-rn-n не оперирует в терминах слов, но потом ты говоришь про sentence-accuracy. Вот это немного подозрительно. Нет, sentence-это вот вся последовательность по символу. Оно, Сrestha а можно если не посимволено, а вот именно слово. Она может там другое количество сгline. Мы же не знаем, что надо делать. Не очень корректно. Можешь уже поставить по провелам. Ну, если разное количество слов, мне кажется, не очень корректно это сравнивать. Может тогда так и сказать? Может быть разное количество слов, можно сравнивать. Ну или сказать, что char-accuracy, sentence-accuracy в обоих случаях мы пассивольно в сравнении делаем, а в on-accuracy мы делаем пословно. Если мы по одной букве и при условии правильного взятия предсказываем, оно же не родит себе дополнительное слово, оно максимум пробел поставит, и ты ему скажешь, что неправо слово не засчитаешь. То есть, если бы он генерил, то понятно, то можно просто посчитать. Ну, короче, ты генеришь слово, как было слово, сделал одну ошибку, засчитываешь ему ошибку. В таком режиме генерёжки никакой разницы. А как считается char-accuracy? Мы генерируем следующий символ, берём как максимум распределение по всем символам, если он совпадает с правильным, то плюс единичка, если нет, то нолик. А на следующем шаге мы передаём правильный символ. Я думаю, ты concordа важен, как char-accuracy. Так же. Но concord не по символу генерирует? По символу? По символу, но он независимо от каждого слова, поэтому можно так же считать. Последний этап — это генерирует. Хорошо, спасибо. На тесте там тоже передаётся правильный символ? В смысле? Да, на тесте тоже. То есть вы влияете — нет, и влиять нужно сестры, поэтому… Да, да, да. Ну, у вас, мне кажется, что вот это довольно интересный результат. А вот эти вот все слова были в обучающей выводке? А, я думаю, да. То есть вопрос, может ли все обобщать по каким-то мифологическим правилам те слова, которые она не видела? И, возможно, те слова, которые вообще не очевидны, как обобщить для насильственного языка? Я думаю, словарь слов используется. Что? Вернишься на привычном этапе, у тебя просто есть словарь слов, и вот если там слова нет, то это будет unknown. На промежуточном смысле, когда мы нормализованно-нормализованно, там будет unknown. То есть если слова не видели, то это просто не воспринимается. Да, да. Не, ну, можно просто найти пару слов, которые когда-то не встречаются практически. Ну, я сомневаюсь, что очень часто люди говорили о зайцах и их согласовывали. То есть там было, наверное, несколько совпадений, вряд ли он прям запомнил, что вот заяц, а зайца. Вряд ли прям именно ему говорили, что там один заяц, а два цаяца. Для бойцов то же самое. Ну, это неизвестно. Наверное, можно даже сгадать. Вообще надо посмотреть. Что? Может, потом улетать и один. Да, да. Хорошо. Вообще, кстати, никому не показалось, что на цветах проектора вот эта вот большая картинка с черными зелыми квадратиками не очень, конечно, видно, что там будет. Да, мне тоже показалось. Ой. А что здесь не видно? Ну, она почетче на экране выглядит. Должна быть, поскольку эта картинка в том, что она четко крустеризовалась на такой блочные догадания. Ну, верно. Крустеризовалась. И глобол как раз связывает с этим. Любой попытке добавить цвета, это риск, что на проекторе, на котором это будет показываться, там они исказятся. В таком виде даже надежны. Можно часа давать? Вопросы о разных солоформах. Сегодня ехал когда на работу. Новую солоформу выучил. Есть государство в Африке ТОГО. Прилагательное как будет? Прилагательное чего? Ну, вот. Ну, вот. Есть страна России. Прилагательное российский. Турский. Турский? Таголесский, оказывается. И у страны Конго конголесский. У города Генуи Денуэсский. Это, видимо, какое-то правило есть в русском языке такое. Хитрое. Я думаю, ваша система не сможет так. Может быть, я бы даже раз выполнил из французского ТГСК? Скорее всего, да. Там у них такой суффикс есть. А наши просто только взяли. Ну, ладно. Дверька. Так вот, марсельеза. Тоже. Не марсельский, а марсельский. Марсельеза, собственно, марсельская. Что-то не вовремя рассказать об этом. Так, а почему научно только говорить в ведрах? Внезапно. Внезапно. Ну, я не знаю. Значит, это, как бы, это вот прям как бы все строго. Как это там в свое время в анкету вносилось. Вот, название, научный руководитель, вот так и пишите. Все, без всяких изменений. То есть, даже в слайдах нельзя правду сказать? Единственное, можно добавить пункт научный консультант дополнительно к научному руководителю. Это разрешается. Но, как бы, вот это уже все зафиксировано и... Пожалуйста. Добавляюсь в ручство консультанта. Поехали. Здравствуйте. Моя выпускная квалификационная работа посвящена алгоритмам обучения уголовских процессов для больших объемов данных. Уголовским процессом называется семейство случайных величин. Такое, что любое его конечное подможество распределено нормально. В нашем обучении существует множество методов на основе уголовских процессов для задач регрессии, классификации, понижения размерности. И эти методы обладают рядом полезных свойств. В частности, это автоматическая настройка сложности модели в зависимости от размера выборки, возможность оценки неопределенности в предсказаниях модели и возможность восстановления сложных нелинейных закономерностей. Существующие методы для уголовских процессов можно разделить на несколько категорий. Во-первых, стандартные методы имеют кубическую сложность от размера выборки, и это делает их неприменимыми для выборов больше, чем нескольких тысяч объектов. Наиболее популярным семейством методов являются методы на основе вспомогательных точек, которые имеют сложность от nm2, где m — это число вспомогательных точек. Как правило, число вспомогательных точек существенно меньше, чем размер выборки, и это позволяет снизить сложность по сравнению с сложностью для стандартных методов. Но, тем не менее, эти методы неприменимы, если нам требуется очень большое количество вспомогательных точек, а это нужно, когда нам надо восстановить какую-то сложную закономерность. Наконец, в 2015 году был предложен метод KISSGP, использующий вспомогательные точки, размещенные на многомерной сетке в признаковом пространстве. Этот метод имеет сложность вот такую, что существенно меньше, чем сложность в общем случае методов, основанных на вспомогательных точках. Но здесь стоит отметить, что m здесь — это число элементов многомерной сетки, то есть оно растет экспоненциально с ростом размерности. И поэтому эти методы на практике неприменимы, если размерность существенно больше четырех. Цель данной работы была разработать метод, обладающий следующими свойствами. Во-первых, мы требовали возможность использования большого количества вспомогательных точек, как это получается в KISSGP. Во-вторых, мы хотели получить линейную зависимость от сложности метода от размера признакового пространства, то, как раз чего нету в KISSGP. И, кроме того, мы хотели получить возможность обучения представлений для входа в галстуку процесса на данных, например, на изображениях. Мы хотим не подавать изображение в исходном виде на вход в галстуку процессу, а какое-то представление для него выучили. Для начала, вот оценка на правдоподобие для галстуку процесса. В байстских методах машинного обучения для настройки модели используется стандартный подход, основанный на максимизации данного функционала по параметрам модели. И можно отметить, что это оценка на правдоподобие для модели с индюсинг-инпутс, и основную сложность здесь представляют операции вида вычисления определителя и вычисления обратной матрицы размера M на M. В методе KISSGP был предложен способ как снизить эту сложность частично, и он основан как раз на размещении вспомогательных точек на многомерной сетке. В этом случае, если ядро процесса удовлетворяет некоторому свойству, то тогда матрица кавариации представляется в виде кронекерового произведения по размерностям. И, как следствие, мы можем эффективно вычитать обратную матрицу к матрице KMM и определить матрицу KMM существенно быстрее, чем в общем случае. За счет того, что обратное к произведению кронекера, это произведение кронекера от обратной матрицы. Далее, еще одна идея, предложенная в этом методе, заключается в том, что вспомогательные точки рассматриваются как узлы интерполяции для кавариационной функции. То есть, вектор кавариаций между item-объектом обучающей выборке и вспомогательными точками представляется в виде такого маточного произведения. Причем используется такая интерполяция, при которой вектор коэффициентов интерполяции тоже раскладывается в произведение кронекера по размерности. Вот на этом изображении показано красное – это объект обучающей выборке, и, до которого мы пытаемся приблизить каи, а желтые – это множество объектов inducing inputs, для которых вектор W будет отличен от нуля. Ну и это представляется в виде произведения вот такого вертикального отрезка на грезентале. Кроме того, мы используем в нашем методе метод tensor train – тензорного поезда представления для многомерных тензоров, который позволяет эффективно хранить большие многомерные массивы чисел и, кроме того, допускает эффективную реализацию операций линейной алгебры, что нам понадобится. С учетом приближений, которые были предложены в методе kissGP, мы можем переписать оценку правдоподобия, которую я приводил выше, в следующем виде. Здесь уже некоторые операции упростились, и, кроме того, вычисление Km-1 теперь производится существенно эффективнее за счет того, что Km представлено в виде произведения кранекера по размерности. Теперь в нашем методе мы предлагаем дополнительно ввести следующее ограничение на формат матрицы σ и вектор μ, это вариационные параметры модели. σ мы будем искать в виде кранекерового произведения по размерностям, амюм в формате tt. В таком случае мы сможем вычислять все операции, которые представлены в правой части этого выражения эффективно, и сложность метода получается вот такой. Здесь можно заметить, что нет экспоненциального роста сложности с ростом размерности, сложность зависит от размерности линейной. Кроме того, для настройки параметров данного метода можно использовать стахастическую оптимизацию, что делает метод масштабируемым. И, наконец, за счет того, что мы используем такое представление для параметров, потому что мы можем использовать этот метод с широким диапазоном значений размерности признакового пространства, в отличие от того, что мы можем для метода ksgping. Теперь о том, как мы можем включать представления для входных данных для галстского процесса. Например, в случае, если у нас на входе изображение неправильно подавать эти изображения непосредственно на вход к галстскому процессу. Мы можем встроить в ядро процесса какое-то нелинейное преобразование, например, нейронную сеть. Следующим образом. По заданному ядру k и нейронной сети net мы можем построить новое ядро таким способом, и после этого мы можем обучать параметры сети, максимизируя оценку на правдоподобие, которую я приводил раньше, и обучать одновременно и представления, и параметры процесса в единой процедуре. Теперь о результатах экспериментов. Пока результаты предварительные. Здесь показаны результаты на наборе данных digits. Это небольшой датасет, в нем всего 1700 изображений, 8 на 8. Здесь я привожу визуализацию того, какое представление выучивает нейронная сеть для галстского процесса. Здесь мы делаем погружение в двумерное пространство, и можно заметить, что классы хорошо разделяются, но не линейно, потому что галстский процесс может осуществлять нелинейные преобразования. Ну и качество достигается достаточно хорошее для этого датасета. Здесь приведены результаты экспериментов для более сложных наборов данных, МНИСТ и СИФАР. И можно видеть, что метод также справляется с классификацией на 10 классов в этих задачах. И для сравнения здесь показаны результаты других современных методов для галстских процессов, которые применимы к этим задачам. И можно видеть, что наш метод показывает качество выше, чем аналоги. На защиту выносится метод TTGP для быстрого обучения галстских процессов для многомерных признаков пространства большим количеством вспомогательных точек, а также подход для обучения представления данных для моделей с помощью нейронных сетей или других параметрических прообразований. И также экспериментальное сравнение предложенных техник с существующими аналогами. КОНИСТ и СИФАР Замеры скорости проводили с аналогами? Пока нет, потому что сейчас на самом деле мы обучаем на сервере, на котором 12 процессоров, то есть сейчас быстрее работает на процессорах, чем на видеокартах. И не совсем понятно, как честно привести сравнение. С нейросетями, например. А я не с нейросетями, я беру сравнение двух методов масштабирования галстских процессов. То есть вот СВДКЛ? Ну, пока вообще не проводили. Ну хорошо, а хоть качественно какие-то какие-то ощущения? Ну, ощущение, что у нас быстрее. Ну, это не ощущение. Ну, это не ощущение. Там, как бы, СВДКЛ, он там разбился больше четырех, просто не посчитается никогда. Вечность будет занимать. Модель немножко другая, они там вообще одномерные галстские процессы используют на каждом выходе нейронной сети. То есть у них нейронная сеть как бы не представление учит для одного галстского процесса, а она делает, как обычно, классификацию, а потом галстские процессы, можно сказать, просто исправляют ответы. А у нас как бы нейронная сеть выполняет другую функцию. Она осуществляет имбетинг. Ну, можно ли говорить, что это вообще аналог? Ну, как бы. То есть аналог в том смысле, что комбинируют нейросети и галстские процессы? Да. Но совершенно иначе. Так, а mcgp это что такое? Это на основе монтекарлов, просто без нейросети вообще. Нет? А почему у второй строчки отсутствует? Ну, потому что я этот результат 0.98 взял из статьи вот этой, и у них не было результата. Ну, то есть это результат, они свои статьи приводят только на миссии. Ну, то есть можно такое смевое утверждение сделать, что, в принципе, аналога вашему методу сейчас нет? Ну, как бы, совсем прямых, таких же методов нет. Да. Ну, это и есть аналоги, аналоги. Это такие же методы, которые по струну там. Ну, да. Ну, чуть-чуть иначе настраиваются. А если без нейросети, это не да, с частными градусами, то есть там долго будет? Ну, на 60 тысячах данных не получится. То есть там 60 тысяч в кубе. Слушайте. Ну, на какой-нибудь датасете поменьше. Ну, на вот диджитс вполне может. Может быть, имеет смысл провести эксперимент по плавному наращиванию размерности, чтобы люди увидели, что вот так вот разрез нарастают, типа, ну, дальше все понятно. Ну, пусть синтетическая задача как-то есть. В смысле количества данных? В смысле и количества данных, и, может быть, размерности пространства. И сравнивать качество с нейросетью и просто голосовским процессом? Нет, я бы просто голосовские процессы сравнивал. Нейросеть здесь сейчас как и ни при чем. То есть мы не сравниваем по точности работы. По скорости сразу. Мы сравниваем по точности работы чисто часть, связанная с голосовским процессом без нейросетей. Есть частные голосовские процессы по всем точкам? Они, наверное, должны работать лучше, чем любая форма анкоксимации. Но они будут очень много работать, и вы должны вам показать, что разрез зашкаливает. С другой стороны, в точности, что оно там не сильно проседает. И как эта просадка изменяется, опять же, с ростом числа объектов, размерности пространства. Такой статистический эксперимент. Илья Александрович, считаешь, имеет смысл провести? Что такое комиссию убедить? Ну, это эксперимент из серии, как у Даниила. График, который мы обсуждали. Этот эксперимент, по сути, не нужен, потому что все определяется просто теоретической сложностью. Там n в кубе, а тут n. Все понятно. Понятно, что если мы запустим, то если n будет больше чего-то, вот будет соответствующая разница во времени. Не надо сравнивать никакого качества друг с дружкой здесь. Может быть, там и большие скритные константы. Большие скритные константы? На уровне n квадрата, да? А у Кадет Мистов такое бывает. Нет, мы же еще говорим о том, чтобы просадка по качеству была не очень большой. Да. А вот эти дурацкие методы, вот FITS и прочее, они же линейные, понятно? Они n в квадрат. Они n в квадрате. Ну вот, может быть, с ними имеет смысл сравниться? То есть, с другими методами шкалированными для построения гауссовских процессов? То есть, они все по-своему не точные? Нет, ну я же так и сказал. То есть, типа, с частными голосами, с какими-то методами приближенными. Которые переносят на чуть большей размерности. Может, как именно, но это выберите. Я думал, с inducing points, но, может быть, что-то другое. То есть, просто как вы хотите, что? Все хорошо, но вот как-то результаты чуть-чуть оттенить. Чтобы было видно, что если это вот клево. Ну, еще много экспериментов поделиться. Ну, хорошо. Окей, спасибо. Это 90% это точность? Да. Имеи на модели 96,9. На диджест? На двухмерном пространстве. Там нужно погружение в двухмерное, а потом на них. Понятно, что многомерный, там будет 99,9. Но эти 90, это тоже предварительный результат. Еще у нас в 7-ом слайде. Черт. Рассматрит свою наната. Да, потому что мы про отпечатки. У тебя девайлы и девайшо это одно и то же дает? Да. Вот. И раз, что ты начинаешь, inducing points называть по-русски. Называй это по-русски. Либо с самого начала, где написано, что это такое, говоришь, что это inducing points. Потому что а то ты говоришь по-русски, потом ты называешь название, и я его не прочитала, и мне надо было чуть-чуть подумать, чтобы одеть чёртку. Ну, кстати, я сейчас посмотрел в матрице размера 60000 на 60000, и моя новость обращается на пару минут. Это у вас чего там, выход в атмосферу Земли? Как вы вообще в память ее поместили? 6 тысяч на 60 тысяч. Мне кажется, у меня тысячу на тысячу минут уже. Нет, тебе несколько минут. Хотя, может, я несколько секунд. Ну, в общем, вы не сможете контролировать себя и везде говорить про вспомогательные точки, поэтому скажите, inducing points все время, потом используйте это. Иначе вы собьетесь, рано или помню. Так, Саша. Саши. Добрый день. Тема инвестиционной работы потенциализованной нейронной сети. Как многие из вас, наверное, знают, в последнее время алгоритмы машинного обучения основаны на нейронных сетях демонстрируют плитовые результаты в задачах компьютерного зрения, обработки естественных языков и в других областях. В то же время нейронные сети содержат миллионы настраиваемых параметров, для хранения которых требуется сотни мегабайт активной памяти. Моя работа сфокусирована на уменьшении количества памяти, необходимого для хранения параметров нейронных сетей. Формально нейронная сеть представляет из себя последовательность слоев, каждый из которых выполняет преобразование над входным вектором или тензором и возвращает в выходной вектор. Типичные слои, которые используются в нейронных сетях, это понасвязанство, которое выполняет линейное преобразование над входным вектором и имеет матрицу параметров дугой V размера n на m. Кроме того, для работы с изображениями используются сверточные слои, которые на вход принимают трехмерный тензор размера h на v на c. Можно себе это представлять как изображение размера h на v с цветовыми каналами. Параметрами слоя является тензор кафры, в котором хранятся S-фильтры, которые описывают маленькие картинки размера L на L с цветовыми каналами. И для каждого участка входного изображения вычисляются свертки с каждым из фильтров, хранящиеся в тензоре параметры. Кроме того, между понасвязанными и сверточными слоями используются нелинейные преобразования, вырыв к входным векторам, например, поэлементные нелинейные преобразования, например, сегмоиды, приполический тангенс, максимум из 0x. В 2015 году Новиковым и с автором была предложена работа по сжатию полносвязанных слоев нервной сети, основанной на разложении тендерного польза или на ТТ-формате многомерных массивов. А представление многомерных массивов в ТТ-формате позволяет, с одной стороны, компактно хранить многомерные массивы, с другой стороны, допускает эффективное применение операции линейной агебры таким тензором. Поэтому разгожение позволяет эффективно сжимать матрицу параметров понасвязанного слоя. Данная работа сфокусирована на уменьшении числа параметров сверточных слоев. Эта цель мотивирована, во-первых, тем, что при сжатии полносвязанных слоев, например, описанным выше методом, большая часть параметров сети начинает относиться к сверточным слоям, то есть сверточные слои ничные доминируют по сути параметров над полносвязанными. Кроме того, в последнее время появляется все больше успешных архитектур, которых практически отсутствует полночасöll, или доля параметров полночас underestimated слоев незначительно по сравнению с долей параметров сверточных слоев. Целью данной работы является разработка и реализация метода сжатия тензора параметров сверточных слоев, экспериментальное исследование предложенного метода и исследование возможности комбинированного сжатия полночасовых и сверточных слоев, где полночасовые слои сжимаются к методу, про который я говорил ранее. В данной работе мы использовали также T-формат для многомерных массивов. Будем говорить, что D-мерный тензор A представлен в T-формате. Вместе с его элементом можно вычислить как следующее маточное произведение. Здесь у нас есть D-коллекция матриц G1 и GD, которые называются ТТ-ядерными. Катая матрица индексируется индексом ИК. Матрицы из первой коллекции имеют размер 1 на R, матрицы из бронировочной коллекции имеют размер R на R, матрицы из последней коллекции имеют размер R на 1. В результате маточное произведение имеет размер R на 1, то есть скалярное число элемента тензора. На картинке представлен пример вычисления элемента тензора из первой коллекции берется вторая матрица, из второй коллекции четвертая и так далее. Известно, что любой тензор можно с наперед заданной точностью представить в ТТ-формате, но возможно такое представление будет иметь большие ТТ-ранги. Соответственно, для хранения такого тензора потребуется большого числа памяти. В то же время можно представить тензор с меньшими рангами, но с большей погрешностью представления. Соответственно, при работе с ТТ-форматом необходимо искать баланс между желаемой точностью представления тензора и количеством элементов, необходимых для хранения данного тензора. Опять переходим к преобразованию для сверочного слоя. На вход поступает трехмерный тензор X. Параметр из слоя — это четырехмерный тензор K. И выход вычисляется следующим образом. Можно рассмотреть следующие варианты уменьшения числа параметров сверочного слоя. Первый вариант — это применение ТТ-развяжения напрямую к четырехмерному тензору K, то есть представление каждого элемента в виде произведения четырех матриц. Однако на практике такой наивный подход может работать плохо. Например, в том случае, если мы работаем со свертками размера 1 на 1, данный подход эквивалентен низко-ранговому маточному развяжению на практике показывает плохие результаты. Поэтому мы искали другой подход, который заключается в эквивалентном представлении тензора K, как тензора больше размеров K, с последующим применением пятиразвяжения к этому тензору. Идея данного подхода основана на следующем представлении преобразования сверочного слоя. Поскольку преобразование сверочного слоя является линейным преобразованием, его можно представить как матрицное произведение, где X этой матрицы составлено из определенного образом упорядоченных элементов входного тензора. K — это матрица, в которой коняются параметры слоя. И вот такое матрице произведение в результате дает выход сверочного слоя. Идея данного подхода заключается в том, чтобы представить все элементы этого матрица произведения как многомерные массивы. матрицу X представим как многомерный тензор размерностью D плюс 2. У нас изначально тензор X размер размерности X на Y на C, здесь мы делаем размерность XY за один из Cd, то есть используем вместо индекса C D-мерный электронный индекс. Логичное преобразование делаем с входным тензором. Из матрицы параметров мы ее представляем в формате тензорного пояса. Формально мы используем следующую параметризацию для тензора K. Поставляя эту параметризацию в формулу для вычтения выхода сверочного слоя, получаем формулу, которая определяет работу модифицированного сверочного слоя. Для обучения сети с такими слоями мы проводим оптимизацию по параметрам слоя, то есть в данном случае по ТТ-ядрам вставления. Предложенный подход был экспериментально исследован на задаче классификации изображения дата-сета CIFAR-10, которая содержит 60 тысяч изображений размера 32 на 32, которые необходимо классифицировать на 10 классов. Исследовались две архитектуры нейронных сетей. Первая архитектура содержит 6 сверочных слоев, 1 полно-связанный слой, большая часть параметров содержит сверочных слоев. То есть на данной архитектуре мы исследовали возможность сжатия достаточно глубоких кондиционных сетей с помощью предложенного подхода. Соответственно, соответствующий результат приведен слева. Указана точность классификации на эволюционной выборке и достигаем уровень сжатия. Первый строчек соответствует исходной сети, то есть без сжатия с обычными сверочными слоями. Следующие четыре строчки соответствуют результатам предложенного метода с разными уровнями сжатия. Мы видим, используя предложенный метод, можно сжать сверочную сеть четыре раза при потере качества примерно 2%. Последние две строчки соответствуют наивному способу применения ТТ-разложения, в котором TensorCut напрямую представляет как в четырехмерном ТТ-формате. Как мы видим, наивный подход ведет себя гораздо хуже. При сжатии в три раза на качество получаем гораздо хуже, чем при использовании предложенного подхода. Вторая архитектура содержала шесть сверточных слоев и три полносвязных слоя, и в данной архитектуре большая часть параметров находились в полносвязных слоях. На данной архитектуре была исследована возможность комбинированного сжатия и полносвязных сверточных слоев. Результаты появлены в таблице справа. Первый строчек соответствует результатам исходной сети. Следующие три строчки соответствуют результатам сети, в которой были сжаты только полносвязные слои, без сжатия сверточных слоев. При сжатии только полносвязных слоев можно добиться сжатия в 21 раз, после этого большая часть параметров концентрируется в сверточной части сети, и мы переходим к сжатию сверточных слоев. При применении предложенного подхода можно добиться сжатия 82 раза при потере качества примерно в 1%. По результатам работы были сделаны доклады на конференциях, на варкшопе конференции НИПС в Порсегонии и на конференции Гомоносов в АЦКР. На защиту выносится метод сжатия тензоропараметров сверточного слоя и нейронной сети, основанный на ТТ-развложении, экспериментально исследования предложенного метода и исследования возможностей комбинации предложенного метода с работой, которые были в начале. Спасибо. На одну минуту вывесим регламент. Вопрос сразу возникает, естественно, а что со временем работы? Сжали там 40 раз сеть. Время работы как? Уменьшилось? Уменьшилось? Асимтотически у предложенного подхода время работы меньше, чем... А не асимтотически. А не асимтотически. Здесь проблема заключается в том, что для обычных сверток есть эффективная реализация на графических процессах. Соответственно, для предложенного подхода мы такой реализации не имеем. Да, но если мы в рамках ТТ-развложения международными, мы постоянно матрица на матрицу умножаем. Казалось бы, тоже может эффективно сделать NGPU, нет? Вместо одной большой получается много маленьких. Много маленьких получается. Но на практике для вычислений на графических процессах это хуже. Есть какие-то числа о том, сколько сейчас с неоптимизированными... Сейчас нет оптимизированных ядер под ТТ-вычисления, но если человек захочет переключиться на такую модель, сколько он проиграет во времени? В играх там 80 раз по памяти. Сейчас, если я правильно помню, где-то не больше, чем в 3 раза по времени. Можно перевести. Может быть, это не стоит показывать в презентации, но в последнем слайме в конце, если вдруг будет вопрос задан по поводу быстродействия, то чтобы у вас был слайд наготовен, чтобы можно было сказать. Потому что, типа, вы готовы дать исчерпающий ответ, и поэтому тоже. Но, конечно, так лучше не показывать. Лихо не будить. Я бы вот добавил... Когда вы там говорите, что в работе на Новый КВС автор, в году предложил подход, а вот так, полносвязники сжимают, ну, какую-нибудь там одну-две строчки или, там, не знаю, элемент таблички перевести, что вот там удается... Ну, в самом деле, впечатляющий результат, что полносвязник 700 тысяч раз там был сжат. Чтобы просто люди прониклись. Что, действительно, не кухри-мухри. Может, это на словах сказать? Ну, либо на словах сказать. Это всё-таки... Работа-то другая. Работа-то другая. Но просто сказать, что вот у нас была мощная мотивация. Потому что вот для полносвязников работа... Мотивация поделилась на двух вещах. Первое, что полносвязники удаются сжимать в астрономическое количество раз. И второе, что современная архитектура, они все не полносвязны. Вот хочется, как бы, успех развить. Я рекомендую нажимаю. А ну там... Вы включитесь там на один из первых слайдов, где вы вообще две раз показываете. Во-во-во, с W. Я предлагаю здесь дубль В обозначить матрицы К, что благо вот по аналогии. Y равно Kx сверху, да? И сверточный слой тоже. Y равно Kx. Чтобы было понятно, что чему-то соответствует. Ну, а вот X не возникнет? Что скажешь, что у вас все-таки K это что? Это сверху или это полносвязник? Нет. Тут написано это фигурными скобками, там, жирными. Просто сейчас, как бы, у вас получается, что X и Y вы взяли как бы по аналогии с полносвязниками. А матрицу взяли K, который на самом деле аналог к W прямой, но обозначение другое. И это немножко катано от слова kernel, понятно, но это как бы немножко сбивает такое обозначение. И вот там у вас дальше, у вас было слово напрямую, написано раздельно. Что не просто неправильно, но в данном контексте это еще и... Математические ошибочки. Еще и просто ошибка, потому что там можно интерпретировать это напрямую, это что-то с тензорами, что-то прям как будто мы проектируем на какое-то подпространство даже. То есть тот случай, когда грамматическая ошибка привлеклась в математическую ошибку. Окей. Вопросы еще раз. Какой? Последний. Последний? Вот этот. Ага. Почему так получилось, что сеть tt-comp tt-fc сжалась меньше, чем conf tt-fc? Грамм 9-я. Ну да, да. Просто как бы стерличить это. В смысле, здесь строчка вторая и строчка пятая, да? Да, вторая и пятая строчка. Да, да. Там, скорее всего, не так сильно она связана с вами. Само надо посмотреть. Не, ну, даже, неважно сильно или не сильно, получается, что у нас, после того, как мы применили tt-разложение к сверткам, сеть только разбухла. Правильно? В этой строчке сжатие меньше, чем во второй. Надо ее либо убрать, либо посмотреть, что там будет. Не, ну как, вы можете, на самом деле, ее оставить, просто вы должны быть готовы прокомментировать, уверенно. Да, да, потому что ранги сделали все большие, и оказалось, что tt-разложение на сверток больше места занимает, чем сам тендер сверток. Но ничего, дальше мы сделали ранги поменьше, и видите, вот до 80% доверитесь сжать. А вот можно к сетских методам написать какой-то комментарий, чем они отличаются? То есть, вот, второе, третье, четвертое строчки, они называются одинаковые. Да, там просто разные значения. Я вот распал что-то там объяснял в это время, и теперь не понимаю, чем они отличаются. Ну, там разные значения рангов. Ну, вот эти ранги, может быть, или они там в связи с точки зрения? Да, они очень сложные там. А для каждого слоя свои? Ну, как-нибудь, не знаю, хотя бы... Ну, наверное, типа small, medium, large. Да. Ну, так все равно будет непонятно, чем они отличаются. То есть, small, medium, large, это понятно по третьему сторону. Ну, понятно, но когда ты все это и ставишь, не очень понятно. SML и XL, да? То есть, при третьей модели все равно непонятно, чем они отличаются. Выясните, пожалуйста. Окей, спасибо. 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 Не могу остановиться Сжатием занялись на компьютере Здравствуйте, меня зовут Тимир Чукайл Я хочу вам рассказать о своей магистрской диссертации Тема моей магистрской диссертации Это использование сетевого подхода Для аппроксимации гидродинамической модели нефтяного месторождения План моего выступления будет следующим Я сначала вам вкратце расскажу о физической постановке задач Затем я расскажу об постановке задач аппроксимации Расскажу о том, как задача была решена И о том, какие планы на будущее Итак, что такое нефтяное месторождение Это пласт породы, залегающий на глубине нескольких сот метров Порода пористая и способна подключить через себя жидкость В порах породы находится нефть и вода Вот так выглядит модель этого месторождения На ней можно видеть скважины Основной способ, который применяется при разработке нефтяных месторождений Называется разработка с заводнением В какие-то скважины мы закачиваем воду А из каких-то скважин мы добываем жидкость Жидкость, потому что мы закачиваем воду И там из добывающих скважин идет и нефть, и вода Собственно, если мы знаем физические свойства месторождения То, что кубиками изображено Мы можем построить компьютерную модель этого месторождения Модель сеточная Используют, конечно, разносные методы для решения После того, как мы эту модель зафиксировали Мы можем разместить на ней скважин И для каждой из скважин Для добывающих мы должны задать режим работы добычи Сколько жидкости мы добываем в каждый момент времени Для нагнетательных мы должны задать Сколько жидкости в каждый момент времени мы закачиваем Собственно, как только это сделано Мы можем запустить, конечно, разносной симулятор И он нам посчитает для каждой добывающей скважины Объем фаз, которые эта скважина добывает Соотношение воды, нефти и газа Сколько скважина добыла Нас интересует, как результирующий параметр Доля воды и объем добытого газа В чем идея? Мы хотим использовать метод машинного обучения Для того, чтобы работать быстрее, чем этот конечный разносной симулятор Он сам по себе работает очень медленно Мы хотим сгенерировать случайно входные данные Для этого симулятора Зафиксировать все физические причины Зафиксировать месторождение Генерировать только режимы работы скважин Подать эти режимы работы скважин на вход к симулятору Попросить его их разметить И после этого на полученных данных Обучить нейронную сеть И минимизировать среднепрактичное отклонение Между симулятором и нашей нейронной сетью Для начала нам необходимо сгенерировать данные Для закачки воды в пласт Собственно, мы моделируем эпизод 9 лет длиной Вот этот весь эпизод мы делим на части случайной длины И для каждой части случайно выбирается тип закачки Мы используем три более или менее теоретически обоснованных типа Константная, то есть каждый день одинаково закачиваем линейно изменяющиеся Или экспоненциально изменяющиеся закачки После чего мы генерируем случайно коэффициенты для выбранных типов закачки И получаем вот такие сценарии Тут пять временных периодов для пяти скважин Видно константные периоды, экспоненциальные периоды, линейные периоды После этого нам нужно сгенерировать данные Точнее посчитать, сколько мы хотим из каждой добывающей скважины добывать жидкость В нефтегазе обычно используется требование Что сколько в каждый момент времени во все месторождение закачиваешь Столько из него и добываешь Поэтому должно выполняться вот это вот условие Кроме того, мы хотим сказать, что в каждый момент времени Добыча из одной скважины добывающей Это линейная комбинация закачек всех остальных нагнетательных скважин При этом веса линейной комбинации Они должны быть тем больше, чем ближе друг к другу скважины Мы используем обратное расстояние в виде коэффициентов А затем матричку с коэффициентами мы нормируем так Чтобы в каждый момент времени суммарная закачка была равна суммарной добыче Так выглядят сгенерированные сценарии добычи Итак, у нас получается 10 признаков в каждый момент времени Это мало для обучения нейронной сети Поэтому также мы используем признаки Накопленную добычу жидкости и накопленную закачку То есть суммарную за промежуток времени Получается у нас 20 признаков Этого все еще мало Мы также используем признаки Эти же возведенные в квадрат И эти же единицы, деленные на них Мы будем обучать два типа моделей Первый тип моделей обрабатывает каждый момент времени С учетом временных зависимостей Второй тип моделей обрабатывает каждый момент времени независимо Для второго типа моделей нам необходимо Явно в признаковое пространство включить признаки с предыдущих моментов времени Что мы, собственно, и делаем В логарифмической шкале с прошлых моментов времени подаем признаки Все признаки нормируются входные на минус 1, 1 По данным формулам Все признаки выходные нормируются на 0, 1 Первая модель, которую мы обучили Это обычная LSTM-рекуррентная сеть с тремя скрытыми слоями Обучали мы ее с помощью метода оптимизации АДАН Внутри, как обычно, гиперболический тангенс На самом выходном слое используется такая странная нелинейность Рилу от гиперболического тангенса Чуть дальше покажу, зачем Принципиальная схема ядра LSTM В каждый момент времени у нейронной сети есть ячейка памяти И в каждый момент времени вход влияет на эту ячейку через так называемые идеи И предыдущее значение этой ячейки тоже влияет на себя же в следующем время Результаты данной нейронной сети для доли воды в продукции на графике Здесь только две схважины, потому что на всех остальных ровно 0 И ровно 0 предсказывается Зачем мы используем рилу от гиперболического тангенса? На некоторых кейсах нам очень важно Вот это место, где происходит прорыв воды в скважину И с использованием рилу это более точно предсказывается Это объем добытого газа, тоже, как видно, довольно хорошо предсказывается Кроме того, мы используем полносвязанную нейронную сеть Каждый момент времени она получает Она обрабатывает каждый момент времени независимо от предыдущих Архитектура полностью повторяет рекуррентную нейронную сеть Тоже три неких слоя, точно такая же нелинейность на выходе Принципиальная схема полносвязанной нейронной сети Вот результат Здесь можно вообще видеть, есть такие вот ступенечки Ступенечки связанные с тем, что мы используем признаки с прошлых моментов времени И они в какой-то момент времени обнулены Вот результат для газа Собственно результаты Наилучший результат сейчас показывает рекуррентная нейронная сеть Это 0,25% Также мы обучили линейную регрессию И не нашлось особенной разницы между полносвязанной нейронной сетью и линейной регрессией Все очень хорошо 0,25% это очень высокое качество Однако данные, на которых мы обучали модель, они довольно простые Далеко не факт, что инженер, когда будет сидеть и работать с нашей моделью Попробует подать эти данные на вход Поэтому мы хотим сделать следующее Мы хотим приблизить наши данные к тем, которые будет подавать инженер на вход Какие он будет подавать данные? Что-то, что можно назвать хорошими Те, которые будут давать высокие добычи нефти И малую добычу воды, и малую добычу газа Я в данной работе беру как функционал хорошести сценариев Объем накопленной за весь сценарий добытой нефти Что дальше делается? Берется градиент от этой величины Прокидывается через нейронную сеть И делается градиентный шаг в пространстве сценариев входов То есть мы изменяем входы, чтобы как-то улучшить сценарий Результаты такого странного метода генерации данных На картинке Синие это были до Такие обычные графики, красные, полученные после Они описываются какими простыми функциями А черные? Ну и что тут? Синий и красный Планы на будущее Основных планов два Первое, наша модель не подразумевает возможности добурить еще одну новую скважину Так, чтобы ее никогда не было в обучении Это плохо, потому что не позволяет проводить эксперименты быстро С добуриванием скважины Второй план на будущее Это предсказывать не только добычи для каждой скважины Но все распределение всех свойств по ячейкам Только ячейк у нас очень много Порядка 9000 всего параметров нужно предсказывать Идея в том, чтобы как-то сжать этот вектор Используя, например, PCA И предсказывать сжатое представление Собственно, над этим сейчас ведется работа Пока довольно обнадежен вообще Собственно, что я забыл вставить, так это что выносится на защиту? Основной слайд забыли вставить Но я могу сказать, что на защиту выносится алгоритм быстрого прогнозирования Добычи нефти с помощью нейронной сети И алгоритм генерации данных с помощью Надо бы еще третий пункт Экспериментальные исследования Ну, как бы, да, надо что-то про эксперименты сказать Вопрос, что экспериментальное исследование Экспериментальное сравнение нескольких разных моделей Для прогнозирования добычи Так, у вас же три модели? Ну, линейную регрессию я не беру в расчет Ну, почему не берете? Вы ее сравниваете? Ну, да, ладно Нет, она просто неомерно разработана Она как бы на основе существующих моделей Действительно, можно сказать, нейросеть неомерно разработана Экспериментальность на трех разных моделей Для прогноза добычи И, кстати, так и просто четвертая модель Они взяли линейную регрессию плюс вот рекурентная там какая-нибудь зависимость То есть, если у вас линейная регрессия работает так же хорошо, как обычно полно-связанная нейросеть Возникает подозрение, что у вас линейная регрессия с рекурентной связью с обратным Будет работать так же хорошо, как и в STM-сеть И отсюда будет стоять, что здесь просто ненужны глубинные нейросети Потому что это обычные методы машинного вещества не хорошо работают Ну, по поводу вот этих Что там за длина на тему того, что у нас есть признаки, и это мало для нейронных стихов? Что значит мало? Мало для этой нейронных стихов Для их сделалось больше, и она стала работать лучше Ну, в общем, вот то, что ты говорила, звучит очень странно Вот, и ты там добавлял ненейные признаки, можно поэтому Типа не имеет смысла ее применить не может Я что-то не поняла, что это практически часто обсуждалось Ну, мноя гипотеза была высказана, что здесь просто нейросетик не нужно Тут как бы без них все неплохо работает Там ненейные признаки добавлены Ненейные признаки добавлены И что? Ну, они их хуже-то не сделают Просто тезис о том, что признаков что-то маловато для нейросети Он, естественно, звучит странно Не надо так говорить Скажите просто, что мы нейросети тренировали вот на этих признаках Плюс вот там, в квадратах, обратных признаках Мы просто добились права Но в предыдущем без них было хуже И еще у тебя графики написаны И когда ты не говоришь, что за таким цветом, ничего не понятно В общем, как бы все понятно Все одним цветом Это нужно Надо писать, что есть зеленое, что есть красное Желательно вообще на одном графике К разным результатам работы разных сетей Или нет, почти та же детская Уже графики выглядят? Нет, а вы здесь не различите результаты работы разных сетей А можно, пожалуйста, обратно на график? Можно секунду? Вот, короче, есть подозрение, что... Это же предсказание на один шаг При этом у на вход и изгенерированы из референсного распыления, да? Еще раз Это предсказание здесь на один шаг То есть сеть на вход давались правильные ответы, она предсказала на один шаг И ошибка на один шаг Рекуррентная сеть предсказывала на один шаг, да А что происходит, если на вход ее же форму дать? На самом деле, качество растет чуть-чуть Но проблема две Реализованность сейчас на Лазанье На Лазанье работает быстрее, чем на Голом Тиано А в Лазанье нет возможности подавать, собственно, ответ Есть При меня Я скажу, как так можно сделать Окей, это будет очень полезно, потому что я перерыл очень много формул Значит, тогда сразу вопрос А почему, если мы подаем... Потому что ошибка накладывается, а еще потому что раскрыли Еще раз Значит, сейчас вы подаете честный ответ Рекуррентное место Нет, я вообще не подаю ей никакой ответ Я ей подаю входы Которые генерированы вот эти Ну, признаки Признаки подаете А что будет с предыдущего шага Скрытое состояние Скрытое состояние И все, значит, выхода не берете Да Но если брать То есть, как бы, ваш вопрос не снимается автоматически Но дальше, естественно, вопрос... И Саша был прав Почему бы не подать заодно и прогноз самой нейросети Можно Качество растет типа на одну сотую На две сотые Ну, совсем не густо Типа незначимо? Да Ну и победа Заизвините Вообще, тут много чего можно придумать, чтобы еще это улучшить Не-не-не-не Ну, просто это... Эдрайд, в общем, читается То есть, ну, нужно То есть, интуиция подсказывает, что результат должен хоть чуточку, но улучшиться Улучшается Давайте добавим Ну... То есть, если это не сложно сделать Слушайте, потому что Саша говорит, не сложно Это как бы... Я бы что-нибудь скажу Вообще Что не сложно сделать Доделать, точнее, это второй пункт Потому что у меня по второму пункту не хватает только картиночек После PCA уже предсказанного развернуть обратно И изобразить вот такие вот... Не, ну, что значит не сложно сделать Это целый новый пункт в исследовании Если вы успеете сделать это замечательно Я успею его сделать, я его не успею рассказать за 10 минут Спокойно, вы практически его рассказали уже При него уже все сказали, нужно только эксперимент провести Ну окей Нужно мне что-нибудь Значит, что-нибудь расскажите менее подробного То есть, если здесь будут результаты, то будет еще хорошо Окей Ну, нет, если они будут, конечно, хоть сколько-нибудь адекватны Потом будет анимашка, вот такая вот эта вот штука Только будет меняться цвет, со временем вытеснять цвет Ну вам нужны две анимашки Одна как бы ground truth, а другая то, что дает вам прогноз PCA Окей И нужно увидеть, что они хоть как-то визуально коррелируют Не перегрыть там стопроцентное совпадение Если увидим, то будет Окей Супер А можно на той картинке скважины другими цветами нарисовать? Это их вообще не видно Проблема с этой картинкой в том, что она будет генерируется Ну вы сами же можете ручкой в пейн-браш добавить что-нибудь? Ну да Значок скважины любого цвета На самом деле, не поясняешь на этой картинке что цвета означает Это лучшее старенное предложение То есть, вы пишете, начальная значимость нефтью Вопрос Красная – это много нефти или мало нефти? Красная – это много нефти, синяя – это вода Легенду Какой-нибудь там приложить Окей Я вообще перегенерирую тогда эту картинку с нормальной скважиной То есть, наверху тип воздушный пузырь или там водяной пузырь Здесь вода и снизу вода И снизу вода А как сверху может быть вода? Она же тяжелее нефти Там воздух может быть? По-моему, в процессе разрабатки Или может быть газ? Газ То есть, газовый карман В газ, я верю, больше На самом деле, здесь изображена насыщенность по нефти И здесь как бы не показано, чем она Ну, короче, там, где синяя, там мало нефти Там, где красная, там много нефти Из графика, короче, не следует, чем она другим насыщена Ещё по картинке, которая с генерацией сценария с помощью гидрета на спуск Там что-то вообще непонятно ничего Можно как-то сделать красивую анимашку, где берутся синие кривые и динформируются в красные? В общем, можно, но это за два шага сделано А, окей Хорошо, а вот эти сценарии сгенерированы Дальше как-то вот что-то, какая-то польза есть на том, что мы сгенерировали? Вот это бы негде как-то показать Надо просто сказать, что польза в них самих То, что у нас расширена обучающая выборка сложными сценариями Которые я не могу ручками сгенерировать А второй плюс, на самом деле, у меня качество на тесте выросло После того, как я нафть Где это в слайдах, что у вас качество выросло? Добавьте, это очень хорошо оттянет вам в пункт генерации новых данных Окей А вот по времени работы есть какие-то результаты? По времени работы в сравнении с гидродинамическим симулятором? Да, ну да На самом деле сравнивать довольно сложно Потому что, во-первых, гидродинамический симулятор зависит от того, какой это сценарий он подаешь Если подаешь сложный, он работает медленно Если простой, то быстро Второй момент Вообще говоря Но вы что тут можете на конкретном сценарии сравнить? Я могу в среднем сказать, что раз в пятьдесят в сто быстрее работает При том, что я запускаю вот эту вот штуку на шлюмовском серваке А свою на своем ноуте В общем, Паша, подумайте, как это сделать Это не очень сложно Можно это Видишь? Выгодно подать С цифрами То есть так, чтобы все просто сказать Вот супер! Здорово! И серверу не нужно пятьдесят раз быстрее работает И теперь он может Типа медленно право ошибывать Просто нащупывать Ну просто если там будут нефтянники, мне сразу скажут Не будет там нефтяников Нефтяников у вас будет кто-то из рецензентов Договорились уже, кстати? Он ничего не ответил Ну то есть договариваются Можете получить отзыв организация Наверное Может быть Вой организации Ну то есть типа вот есть рецензент и рецензент А еще есть что-нибудь, какой-то отзыв на работу потенциального владателя Или если рецензент сам оттуда, то уже и не нужно Ну да Ну окей Это, на первый слайд Значит уберите отсюда профессора и следователь ФКН Это просто нас съедят А почему съедят? Значит твоя официальная должность? Как бы это поднимет вопрос о том Как бы формально руководить работой Имеет право только там определенные люди Которые там на определенные должности занимают Может быть даже полноставочные Там как-то полуставки А как бы не надо вообще подавать вопрос о твоем официальном трудоустройстве на ВМК Каком он сейчас состоянии находится Это чревато Вот Поэтому уберите это ФКН Вообще отсюда Вот Ну и профессор следователь тоже Ну да Ну да Вот Вот Как бы Обязательно Значит Мотуль Да ты что? Он будет? Нет Вот То есть Ваш текущий рассказ Значит Он плох тем Во-первых Что вы Все время Кучу таких неформальных слов вставляете Там Странный метод Нейронка обучилась И так далее Значит идет защита магистовской диссертации Значит Модуль Такие вещи на то что очень серьезные И он вас просто съест То есть Я ничего не понимаю Какие-то планы на будущее Какие планы на будущее Вы защищаете диссертацию Как бы Какое будущее Ваш доклад То есть Ваш доклад Надо Вот попробуйте Его кому-то Сделать гораздо более формальным Как-то Попробуйте Кому-то еще рассказать Вот Почетче Обрисовать задачу И когда Вообще Все слова говорите Старайтесь их Корректно сказать Без Таких же Организмов И прочее И Тогда А уж если там будет Модуль То не просто корректно Сказать Без организмов А вот то что вы сказали Иметь То есть каждое свое слово Должно иметь Возможность пояснить А что вот Это означает Вы должны дать ответ Да То есть не используйте слов Которых вы сами не знаете То есть Вот эти вот ЛСМ Когда у вас там слайд есть То есть вы должны быть готовы Вот По какой конкретно формуле Мы там Эту переменную Через эту Пересчитываем Должны готовы быть Ответить На это То есть если вы это упоминаете Как бы объяснить Как именно Ставить можно Слайды где-то в конце Ну это как хотите Это как бы Помощь для вас Лично Может быть Ну просто Такие вот Конкретные вопросы То есть все что вы скажете Будет использоваться против grips Как может быть Использоваться Имейте это ввиду То есть вот Говорите в этом случае Там риууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу! Уда? create of the So whatever is Значение плюс бесконечность. Что это тут называется? Это вот там, где цифры с процентами были. Вот здесь. В процентах от максимально возможного значения. Да, максимально возможное значение в контексте этой задачи. Там есть физические ограничения на увеличение. Я, например, не могу закачивать больше 10 тысяч. Даже можешь предсказать миллион? Предсказать, да. Поясните, как он считается максимально возможным? А какой смысл? Максимально физически возможного значения. А там разве не доли предсказываются? То есть не значение ошибки, а значение заказчики получается? То есть процент от ошибки или процент от закачиваемой нефти? Везде взято максимум от того, что представлено в выборке. Поскольку у нас все выходы нормированы на единицу, то это единица. А. Ну, здесь доля просто. Есть. Ну, то есть на самом деле просто вопрос выбора точки отсчета. То есть можно выбрать свой выбор, все цифры пропорционально изменятся. Да. Не, но у этих цифрах есть какой-то физический смысл? Потому что пока кажется, что это максимально возможное значение, просто какое-то число с потолка. Почему мы относительно не ось? Здесь максимально попавшиеся в выборке. То есть максимально. Мы не можем, допустим, относительно ошибку мерить. То есть у нас в каждой точке есть… нет. У нас в каждой точке есть ground root. Есть, значит, предсказание. Берем разницу и делим на текущее значение ground root, а не на максимально возможное. Гипотетически в выборке. Понимаете? Я считаю, можно, да. Ну, то есть это то, что называется относительная точность. Это, кажется, в очень естественной мере. Она тут лучше подходит. Конечно, у вас там будет не 0,25%, а какие-то проценты, ну и что? Почему проценты? Будут просто какие-то числа. И что, проблема? Там есть почти нули же, да? Нет. Здесь относительная точность. Там есть ровно нули. Ну, ровно нули, это типа… ровно нулей нужно будет сказать, что… не знаю, что сказать. Поплакать, наверное. Сколько мы, конечно, понаём. Потому что если мы поделим ровно на 0, то будет очень плохо. Ну, на основе, что мы делим. То есть мы 0 на 0 делим, то это там… да. Я боюсь, что иногда нам придётся определить не 0, если вдруг она чуть раньше сработала или чуть позже сработала. Что противно на 0. Хорошо, а что ещё можно сравнить? Можно сравнить там с константным предсказанием? Каким-то наивным по большинству там от ожиданиям. Ну, там то либо, опять же, получится больше, но… Можно налог регрессию нормировать, кстати. Да, линейная регрессия. Типа линейная регрессия 100%, а тут типа… Ну, заодно новым бейслайном нужно не зря отчитываться. Я знаю, что я фигню говорю. Заминатель просто можно взвешенно между предсказанием и тем, что истине. Если 0, то предсказание взвешено, тогда отлично всё и так. А если не 0, то… Ну, вот отлично это просто выкинуть его? Ну, в смысле… ну, да. То есть идеально же предсказание. Ну, в смысле есть… Если просто взять сумму квадратов отклонений, чем это плохо? Они там… это величина интерпретируема? Сумма квадратов отклонений между… В баррелях измеряются или в чём-то? Да. Ну, не то чтобы интерпретируемые, то есть… Спокойно. Это первая часть моей реплики. То есть, если мы берём сумму квадратов отклонений чего-то, что физически измеряется, барреля, литры… Там, я не знаю, мегатонные… И дальше добавить просто сюда бейзлайн, вот, типа, константное предсказание. Или предсказание, там, в среднем арифметичном. Чтобы просто люди примерно понимают, что там… 700 баррелей – это много или мало? А вот, если константно прогнозируют, у вас будет даже не 700 баррелей, а там, 750 тысяч баррелей. Ну, это понятно. Окей. Ну, это мало чем отличается от того, что у вас… То есть, у вас тут… Ну, в каком-то смысле можно сказать, что у вас сейчас бейзлайн – это вот, там, при скорее максимально возможном значении. Ну, просто чуть-чуть подректировать. Еще, опять же, ну, чтобы физический смысл был. Ну, и все-таки слайды, план на будущее, я бы просто убрал. То есть, как класс, и не говорил бы, и так далее. Ну, в смысле, почему? Фьючер ВОК. Он выглядит тут… Я понимаю это в бакалаврской работе, потому что фьючер ВОК – это идем в магистратуру и продолжаем. А в магистрской диссертации… Что, идет в аспирантуру продолжать? Наоборот, что, типа, вот новый некий фронт работ открыт. Какие же у вас тут планы на будущее написаны? Ну, вот, собственно, то, что я собираюсь сделать. Сейчас этот слайд, он, как бы, создает ощущение незавершенности. У вас какие-то эксперименты, везде все что-то не очень работает. А вот планы на будущее продолжить, может быть, чуть-чуть и улучшить. То есть, наоборот, он размывает. Такое ощущение, что результат не достигнут. Возможно, если перед этим будет огонь-картинка, и потом эта штука как-то сфруированная, типа, вот мы достигли, а потом планы. Может, просто это устно сказать? Не так. А, устно, устно, да. То есть, типа, вас тут на защиту выносится, вы говорите, что вот вынесено, а в будущем планируется сделать там еще то-то и то. Если один из пунктов вообще отсюда выйдет в реализованный, то вкусно точно будет. Ну, окей, давайте решим по мере того будет, этот второй пункт достигнут или нет. Еще я против последнего слайда. Вот это вот спасибо за внимание, нужно сказать словами, а оставить слайд с итогами, чтобы он был перед глазами и у человека проснувшегося внезапно в конце, была возможность понять, что же мы рассказывали. Вы по себе судите каждый раз. Но это, нет, это, я так понимаю, что сейчас временная заглушка стоит, потому что не было слайда на защиту выносится. То есть это все. Последний слайд на защиту выносится, список. Это то, что тут находится перед глазами, в процессе только идет обсуждение, собственно, только вашей защиты комиссии. Поэтому, это, кстати, к вопросу о том, что этот слайд, там должны быть филигранной формировки. Что там никто не мог, типа, внезапно проснувшихся членов, комиссии, перед глазами. Что это у вас там написано такое, там, я не знаю, относительно. Что это относительно? Относительно чего? И начнет там притерять. Мухи слона делать, да. Окей, тогда давайте поблагодарим всех, кто сегодня выступал. По-моему, вполне достойно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.